Алисон уселась на сцену и, размахивая ногами, спросила Трусили, а видно? Я видел что-нибудь интересное? Да прям сейчас видят Всем привет! Вы на канале Дювплей И сегодня мы будем продолжать проходить чужого среди своих Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий Ну и погнали! Слушай, тогда я не понимаю Кто-то тебя обижает или что? Объясни, я хочу знать Я... я просто... Знаешь, мне пора Не успел я открыть рот, как Настя уже не была в доме Сорвалась И не говори Ну что, в добрый путь? А зачем мне гулять туда-сюда? Наверное, на сцене она Что-то я давно не бывал на эстраде На самом деле у меня хроническая боязнь сцены Несмотря на то, что я находился в музыкальном объединении, я никогда не мог выступать в одиночку За пару лет у нас так и не получилось установить общий язык Нас связывают только крыша над головой и музыкальные инструменты Но знаете, что самое странное? В данной истории дело вовсе не во мне Я много раз пытался преодолеть себя и пообщаться с коллективом, но все, кроме Тони, непробиваемо Подумать только, общая тема, музыка Какие могут быть проблемы? Ну, проблемы есть А чё, музыка? Ну да, да, я знаю там этот... Каких там... АМДМ? Именно из-за этого мы никогда не могли что-то нормально сыграть Это было сборище отбросов, собранных из разных концов района Укутанных в три чёрные полоски и воняющих дешёвым табаком Большая часть от родейс не хотела становиться музыкантами И ходят лишь потому, что их мать даёт за это деньги Ходят лишь для одолжения, для одобрения от родителей и своим идиотским отношением к музыке Тянут группу назад Моё рассуждение в тишине прервал смертельный захват Бля Ты нашёлся! Радостно вскрикнула Двачевская, взъерошивая мне волосы Мы тебя вчера до вечера искали Ты куда исчез? Заблудился! Но главное, что нашёлся Собственно, почему все вдруг стали меня искать? Отчего такая паника? Алиса очень легко слезла с моей шеи В этот момент я почувствовал, что она относится ко мне по-другому Не как пару дней назад Я перестал быть фраером в её глазах Вместо стандартного дружеского подзатыльника я теперь утопаю в её объятиях И чё жаловаться я не понимаю? Хотелось бы, чтобы она и дальше висела на мне Пускай даже будет очень тяжело Так он против или не против? Я чё-то тихоя не понял Странное чувство Ну как почему? А вдруг бы тебя волки съели? Да здесь есть волки? Не знаю Ты думаешь, я так легко сдамся волку? Пхе! Естественно! Алисону вернула и, блядь, уселась на сцену и, размахивая ногами, спросила Трусселя, видно? Я видел что-нибудь интересное? Да прям сейчас видят Да, видел кошкодевочку, обезумевшего Шурика И пару воскрешённых декабристов Ммм, ясно Значит, ничего интересного Ну, тогда я пошла Двойчевская хлопнула меня по плечу и в припрыжку скакала в сторону площади Да, шикарно поговорили Мои скитания по лагерю в поисках действия привели прямо к домикам Может зайти к кому-нибудь и подружиться? Хе, к кибернетикам зайди Они любят дружить Звучит как начало очень долгой романтической истории Welcome to the club buddy Мне не нравится Тем более, у меня этих друзей уже выше крыши Земля неожиданно затряслась Землетрясение? Здесь и сейчас? А что вообще надо делать при землетрясении? Отойти от того, что может на тебя упасть? Вспомнил первый параграф из учебника ОБЖ, я лёг на пол Не знаю, была ли эта тема про землетрясение или нет Прижавшись к земле, я услышал звук быстрого и очень громкого шага И чё, стадо слонов? Стадо очень синхронно шагающих слонов? Шок сменялся смехом, когда передо мной появилась вожатая Ах ты! Дуралей! Она хотела высказаться в более оскорбительной форме Но манеры и статус ей не позволили Ты куда вчера исчез? И почему, когда вернулся, сразу мне не сообщил? Так, по порядку Во-первых, здравия желаю! Во-вторых, я заблудился в лесу В-третьих, зачем я должен был вам сообщать? Дуралей однозначно! На лице вожатой читалось явное отвращение Будто она сейчас хочет сказать Боже, какой же он тупой! Почему такие идиоты, как ты, становятся пионерами? Я с ней согласен! Потому что я вожатая твоего отряда, Олег И я несу ответственность за каждого ребёнка, понимаешь? Если бы ты пропал, то мне бы такой выговор устроили А если бы ты, не дай бог, погиб Тогда бы что? Вы ещё говорили, Семён тупой был О, Олега, Олежка есть! Ёб твою мать-то За ногу и в пизду Тогда бы что? Вожатая опять перекосилась, словно я снова сделал ошибку Что за цинизм? Тогда уже без разницы, что было бы со мной Какое дело до меня, ты бы погиб, понимаешь? Согласен, виноват Просто не мыслил настолько глобально Конечно, не мыслил Если бы думал глобально, ты в лес бы один не ходил Ладно, я понял Впредь буду делать иначе Ольга Дмитриевна усмехнулась Ну уж нет, так легко в этот раз ты не уйдёшь Знаешь, почему ты заблудился в лесу? Потому что у тебя очень много свободного времени А ты, и ты не знаешь, чем его занять Это мой прокол Поэтому сейчас будем тебя занимать Заблудился, блин, на свою голову Вот-вот, в следующий раз будешь думать Полностью поддерживаю Бездельничать нельзя Проговорила внезапно появившаяся Настя И встала рядом со мной Мы там работаем с Мико А он тут ходит и прохлаждается Тебе не стыдно? Я, эээ Ну вот-вот Я тоже слов подобрать не могу Не волнуйтесь Я уж прослежу, чтобы этот раз долбай пахал Как раб на галерах Бляда, милаха Не успела вожатое даже слово сказать Как Горшкова уже утащила меня прочь Настя, наконец, остановилась Вытерла руки и кокетливо пропела Ну, не слышу благодарность и невежа поцелуев Блядь, да когда он уже ее засосет? А что, собственно, произошло? Я просто нифига не понял Да так ничего Просто я спасла твою шкуру от лишней работы Спасибо Всегда пожалуйста Но твоя помощь действительно пригодится только в другом месте Пошли А? О, я думал уже ничего происходить не будет Газеты Кому газеты? Напомните, что я тут делаю? Ты спрашиваешь, это уже в третий раз Просто я опять забыл, что-то ответила Горшкова тяжкая, осуждающая вздохнула, а затем сказала Газетки раздаешь со мной и Мику А если говорить точнее, ты и я отдыхаем А наша подружка занимается делом Газеты? Кому газеты? Вновь крикнула Мику и разнесла эхо по совершенно пустой дороге А нахрена она это делает? Эй, Мику, ты зачем это делаешь? Как зачем? Потому что молодежь должна знать, что происходит вокруг Должна быть посвящена В эти События мира А если покороче, то ее припахали А она под обратие душевно и припахала нас Все равно, пока газета не кончится, мы отсюда не уйдем Да ладно, вам у меня всего семь газет осталось Чху, семь штук Ага, пару часов назад было десять А ладно, вопрос, отпадает Претензия, то есть Мы с Настей уселись на скамейку Она забросила ноги мне на колени, а сама сложила руки за головой и легла на бортик Итак, мои любимые оболтасы, сейчас и буду коротать вам время историй Есть возражения? Возразителей ясное дело не нашлось Горшкова откашлялась, задрала голову в небо И медленно мелодичным голосом начала рассказ Это было где-то полгода назад Это было... Это было где-то полгода назад Сидела я на скамейке в незнакомом районе Под у стола слегка сижу, слушая мир вокруг и вижу подскакивает Выскакивает из подъезда женщина в возрасте Тущая, как спичка, взъерошенные волосы, темный велюровый халатик Ходит из стороны в сторону и бурчит что-то под нос злобно Вдруг выходит мужчина, тоже немолодой, с бутылкой спиртного Ну и давай получать люди люлеят бабы Козел насильник, видеть тебя больше не хочу, выметайся Кричит и попотно кулаками его добавит А он спокойно поддакнул, промочил горло И ушел, как она велела Ну и девушка-то вернулась обратно в подъезд А я сижу травинки ногами, причесываю Не жду, может будет продолжение действия И что дальше поинтересовался я Минут пять прошло, как оно, как окно на первом этаже распахнулось Высунулась та самая, и давай по сторонам глядеть Ищет его Время идет, а она все окошком хлопает, да проверяет, пришел, не пришел Ни капли злобы на лице, теперь одна только тоска Минут через сорок шагает этот мужик обратно Бутылка пустая, лицо розовое Что, уже вернулся? Быстро очень, говорит, она и чай пьет, словно ее не ждала А он шикливо хихикнул и сказал Заскучала, небось? По тебе уж и заскучаешь, дурак Помолчала немного, волосы кокетливо покрутила и сказала Ну, заходи уж и раз пришел Прощаю Эх, типичная баба Я пододвинул ноги Насти поближе и спросил Почему эта история тебе так хорошо запомнилась? Не знаю Может быть, потому что так в моих глазах выглядит настоящая любовь? Блядь Чтобы он бухал и бил ее, а она такая Ну ладно, прощаю Блядь, как это хуёво А может потому что это просто мелкая деталь Я очень люблю такое, незначительное Такие вещи, на которые другие не обращают внимания Каждая глаза видят по-разному Именно Люди чувствуют и видят либо мозгом, либо сердцем Ага, такие жопы Чувствуют и видят Газеты! Разбирайте газеты! Знаешь, у меня тоже есть история Не о чистой любви, конечно, но из разряда другие не обращают внимания Или как это там называется Не важно, рассказывай Ну, истории я вообще рассказывать не знаток Но, во всяком случае, попробую Это было где-то пару лет назад, жарким летом Я спорт люблю, но редко В основном, если предложат Так вот Однажды я бежал через лес с другом Уставшие неслись через поселки вдруг вокруг лоили собаки Пахло обжигающим слюну шашлыком Но мы все равно бежали Было же где-то седьмой или восьмой километр без остановки И вот мы выбежали на открытую местность Аллею из домиков с огромным футбольным полем Полностью залитым солнцем и окруженным массивными деревьями по краям А на этом поле играла девочка невысокого роста В черном спортивном костюме С коричневыми короткими волосами Она, по-моему, разминалась И вот она обернулась Посмотрела на нас издалека Я тоже поймал ее взгляд и приветливо помахал рукой Даже оттуда увидел, как она улыбнулась и счастливо помахала в ответ Хорошая история Добрая Да, должна быть ею Душевной, составляющей добр... Оставляющей добрые воспоминания на многие годы Но она не оставила Почему? Я слегка покряхтел, раздумывая, посмотрел по сторонам и сказал Улыбка стерлась с ее лица, и она отвернулась Ни злобы, ни отвращения Только обида, горькая девичья обида Я сначала не понял, думал, в чем мой прокол Где я поступил неправильно? Хм, а виноват был вовсе не я Знаю, что сделал мой друг Он показал ей средний палец и захохотал Просто охуенная история Знаю, что не со зла, а по глупости, но мне было так стыдно и грустно Что даже оставило пятно в душе Подошел бы и извинялся перед ней из-за этого дебила В чем дело? А ведь вроде ситуация не стоит ничего Погоревал и забыл Настя все кусала язык, шумно вдыхала, но найти нужных слов таки не смогла Я, блядь, его не понимаю, честно говорю Я тоже найти не мог, мне было нечего добавлять и комментировать Я не понимаю, зачем мне было эту историю надо рассказывать Это плохо Да даже если такое произошло, зачем кому-то рассказывать об этом? Ситуация забылась Вернее, она осталась в памяти, но более не обсуждалась Я отбросил нюни, и Настя тоже вернула привычное симпатичное личико С румянцем на щеках и доверчивыми выразительными глазами А вот обладатель другого симпатичного белоснежного личико откричал в свое последнее Газеты кому? Газеты! Голос дрожал и трещал, а слабая белая ручонка все так же сжимала семь газет На сухой асфальт упала капля Сначала одна, затем вторая Но чистое небо рыдать не собиралось Зато Мику была уже на пределе Ясное дело, доброе сердце Горшковой этого допустить не могло Она тут же сжала девочку в объятиях и стала успокаивать А я нежности оставил Смачно плюнул накопившуюся слюну в траву Вырвал семь долбаных газет и пошел действовать Может, швырнешь их в мусорку и все? Ну его, раздать их проще, чем кажется Просто нужно, блядь, быть понастойчивее И не стоять на одном месте И, блядь, вот тут он прав Я когда-то... Ммм... Был на одной раздаче газет В общем, я за 20 минут раздал то, что остальные раздавали три мина Эп, три мина Три часа Прихожу такой к главной Она, ты че пришел? Я уже все Типа, еще дальше делай Надо в ахуя Ты дальше забыл это долго раздавать? Ты че ж не уточнила-то? А чтобы действие перешло к действию... Что? Где нужно начинать действовать? Где проходит какое-то активное действие? Столовка? Точку? А-а-а-а А где может быть более оживленнее, чем не на футбольном поле в разгар дня? Я ждал толпу мелких ребятишек, которую возглавляла Ульяна Но получил, не поверите, толпу кибернетиков, которую возглавляла... Не поверите, Ульяна Они все столпились у одних ворот и что-то активно обсуждали А вот че они там обсуждали мы узнаем уже в следующий раз Сегодня на этом будем заканчивать Так что всем спасибо за просмотр Субтитры делал DimaTorzok И всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok